Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 1472». Считаете ли вы, что патриарх Гермоген был неправ и должен был быть лишён сана патриарха за призыв к вооружённой борьбе против поляков-католиков? В подтверждение своего тезиса о невозможности христианину служить в армии вы приводите пример из жизни Андрея Стратилата, как они отказались защищать себя и предпочли смерть. Однако из житья очевидно, что его призыв к воину имел в виду пострадать как мучеником за Христа. «Они отказались поднять мечи для защиты себя. Однако до этого они, будучи христианами, служили в армии императора, и в частности Андрея Стратилат, и участвовали в сражениях. Зачем вы притягиваете за уши примеры «вы же христианин?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Если бы я был в первую очередь православный, а потом христианин, как вы, что я вижу из этой записки, то я бы только тем и занимался, как патриарши, абитуриенты, тянул бы за уши гнилые доводы. Но я являюсь в первую очередь христианином, а потом уж православным. То есть все, что есть и было в православии, я тщательно сверяю с Библией. Чего вы вообще не знаете и не умеете и не желаете делать? Я привожу места Писания. Слава Бога Живого. В этом и вся суть. А примеры, какими я пользуюсь, это лишь порошинки, чтобы показать, что во все века были истинно служители у Бога, и хотя бы перед смертью они начинали прозревать, как Андрей Стратилат. Чего не скажешь про патриарха Эрмогена. В патриархии ныне все построено на умолчании и на беспросветной лжи. Вы хотя бы однажды себе скажите, что вы хотите идти за Христом, и что вы вполне верите, что Христос будет судить вас по Слову Своему, то есть по Евангелию. Евангелие от Иоанна 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. «Когда вы будете христианами, а не прихлебателями у своей юрисдикции, у своих руководителей, которые обманывают вас». Иоанн Гортияна 5, 44. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете?» «Тогда прозрение ума вашего подвергнет вас в шок. Да куда же вы шли столько лет?» Матфея 26, 52. «Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявши меч, мечом погибнут». «Когда у вас будет вера евангельская, а не византийского покроя, повреждения ума, тогда вам будет открыт путь к терпению идти в плен, а не вести других в плен, или умереть, а не за меч за ракету, хвататься». Откровение 13, 10. «Кто введет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому належит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Откровение 14, 12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Если бы воины хотели просто пострадать за Христа, как вы говорите, то они бы не убегали, и их бы не догоняли в ущелье. Им некуда было деваться, и смерти они не просили себе, но умерли, как заповедовал имя Иисус. А до этого они были оязычные христиане, или носящие только вид христиан, а на самом деле были захватчиками в армии языческого гонителя христиан. «Если по прочтению в нашей книге к истинному православию главы, а я говорю вам, любите врагов ваших, вы все-таки так и стоите на своем, вам так хочется убивать людей, значит, вы не овца, а лютый волк, а прикрываетесь только хламидами предательской патриархии». Луки 9, глава, с 55 по 56 стих. «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знайте, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». «Для Бога авторитета нет. Если нельзя убивать, то тем более строг спрос будет с патриарха». Примуда Соломона 6, 8. «Но начальствующим предстоит строгое испытание». Малахия 2, 8. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили заветливее, говорит Господь Саоф». 1 Коринфянам 8, 9. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». 2 Коринфянам 10, 4. «Оружия воинства нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». 2 Коринфянам 6, 7. «В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке». «На невозрожденных, на мирских людей, хотя бы они и из храма не вылазили». «Гипнотически действуют саны, звания, монашеское деяние». «Люди буквально умрут от благоговения, как перед идолами валятся в обморочном состоянии, перед этими изукрашенными и безмолвными. Как увидят эти цветные тряпочки, так в кайф впадают, как осенние мухи. Падают в обморок буквально, валятся к их ногам. А кто они? Они такие же, что и мы. Они из той же среды. Их не прислали к нам из особого инкубатора. Чем более человек угодничал перед властями, чем сильнее гнул хребет, горбатился перед высшими себя, тем сильнее потом будет лютовать над нижними. Вот он же игумен. И мерещится патриаршая клюшка в руках. А он стал еще тупее, еще бессмысленнее. Он только и дуется на пустом месте. А это может быть давно уже только пузырь, муляж один в тряпках цветных. Когда во времена Христа пересвященники наводили страх на людей, что отлучат любого, кто Христа будет признавать. А Господь уже дал им характеристику, что ничто, что храм их гордость уже пустой, и там лешие скачут по ночам. Там скотомогильник. Что они сами пустота. Иван Грятьяна 9.22 Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Иван Грятьяна 12.42 Впрочем, и изначальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Псалом 61.10 стих Сыны человеческие только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Луки 13.35 Си оставляется вам. Дом ваш пуст. Марка 13.32 Иисус сказал ему в ответ. Видишь, сие великие здания. Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. Псалом 78.1 Осквернили святые храм твой. Исайя 34.14 И звери в пустыне будут встречаться с дикими кошками. И лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Почему никогда и нигде не приводят эти пророчества, не переносят их на нашу землю, если события такие же у нас повторяются? И виновен, быть может, более всех патриарх, которого возводят в рамк святых. Что с нами сталось? Отчего не смотрим слово Господне? 1 Коринфянам 10.6 А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы.